всем здравствуйте дорогие друзья сегодня речь в нашем видео пойдет о том как продеть нитку в 14 миллиметровый бойл вот такой вот замечательный шарик для карповой ловли купили вы вот такие вот бойлики 14 миллиметровые со вкусом кукурузы но на крючок просто так как же не одеть правильно а уз плести вам не хочется или лень ну то есть или у вас просто-напросто нету приспособления чтобы плести уз ладно все это лириком давайте перейдем к самой сути можно плести из капроновой нитки вот так вот это получается толстенькая ниточка но как показала практика моя они ненадежны ниточка капроновая развязывается в воде размокает и бойл попросту спадает либо ее нужно прижигать спичкой этот узел потому что видите вот он расслаивается разматывается либо еще что то делать потому что вот как можете наблюдать капроновая нитка бойл не держит и так для этого я взял обычные нитки ничего особенного нету только старайтесь подбирать более-менее по цветовой гамме потому что рыба в основном клюет не на запах а на цвет как мне сказал один очень старый но проверенный рыболов надо подбирать приманку именно по цвету что касаемо бойлов то есть иногда белые красные либо желтые то есть предпочтение у рыбы бывают разные поэтому желательно подбирать все по цвету итак давайте же начнем как плести как делать я думаю те люди которые занимаются карповой ловлей или только начали заниматься не видели что маленькие маленькие бойлики там вообще тоненькая вот такая вот ниточка надета не сфокусируется вот такая на бойлик и все замечательно прекрасно держится я от в одну ее складывать не буду я наслажу вдвое то и втрое и про плету между бойлом поехали сначала затянем в иголку иголка у меня с широким ушком специальная но я думаю камера моя не сфокусируется все таки видно все и давайте же начнем широкое ушко позволяет продеть большую петлю и протягиваем нитку нитка получается в четверо вот такая вот нитка по толщине получается нитка очень то есть толстенькая и это своего рода плюс вот такую нитку мы и будем сейчас пропускать самое главное что я все ножи убрал которые у меня были ну правильно а зачем мне ножик зачем ну то есть или ножницы вообще ненужный атрибут когда что-то вяжешь знаете что я не сказал вам самое главное для того чтобы взять и в бойл пропустить нитку сначала нужно просолить дырочку но тут вы берете сверло по диаметру чуть больше иглы ну или примерно по цыганскую иглу и уже начинаете действовать таком духе так как прежде всего можно вязать нитку давайте сначала нанижем бойлы я предлагаю сделать несколько штук а там уже насколько хватит нитки ну все это конечно чересчур так замечательно у меня я прям подгадал по сверлу получилось просто суперски честно вам скажу я не ожидал что будет так но получается действительно классно мне мне уже нравится же нравится ниточку на бойлике желательно затягивать тоже плотно видите тут вообще кусок аж прям вывалила так но я думаю наверное наверно наверно пока нам этого хватит и так берем вот у нас есть тут концы как раз и начинаем вязать узел ничего в принципе здесь особенного или не особенного нету берем вяжем обычный узел благо с этой ниткой плюс то что не нужно совершенно ее этот поджигать как-то или еще она и так затягивается вот достаточно хорошо просто берем и завязываем вот так раз и готова естественно на три узелка желательно на три а там уже как у вас получится как масть ляжет вот затянули на три узелка протянули хорошенечко все болик готов и никуда он не денется он завязан плотно можно спокойно вот это отрезать и он готов также отрезать что по поводу отрезания карпу по сути все равно если вы подобрали цветовую гамму правильную обрезаем и даже вот это вот то что торчит немножко ничего в этом страшного нет поверьте ему совершенно на это наплевать я не могу отрезать и мой ножик что ли тупой охренеть все и вот такое чудо у нас получается и вот так вот вяжем полностью все бойлики и подготавливаем карповой ловли вот давайте сейчас проверим вот мы тянем и он аж прорывает бойл то есть ну крепкий узел ничего не развязывается даже если вот так вот потрепать помните тот у нас узел развязался а этот нет но тут и мягкий бойл то есть они как бы свежие бойлы мягкие они просроченные просроченные бойлы они прям все а вот капронка вот смотрите вот даже вот сильно не напрягаясь подергал она развязывается вот уже смотрите я ее развязал я думал она будет намного крепче но увы я оказался не прав все бойл уже свободен а под водой естественно она размыкает этот узел размыкает плюс рыбки тяп 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 карасики или маленькие подплывают пробуют и в итоге вообще был остается лежать потом карпик под клуб подплывает и его съедает конечно такого бы желательно не допускать такой штуки и вот так вот по аналогии вяжем все остальные вбив 63 вбив 63 в Продолжение следует... Вот такие, дорогие друзья, получились бойлики-красавчики с ниточкой, с узелком. Вяжите бойлы, испробуйте, испытывайте их на рыбалке и ловите большого карпа. Всем спасибо за внимание и вам желаю удачи на рыбалке.